И вернемся ко вчерашнему взрыву, в результате которого, я напомню, два человека погибли, три были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Одна из пострадавших, 56-летняя Надежда Тарасенко, до сих пор находится без сознания, она в реанимации больницы скорой помощи. Как сообщило издание «Украинская правда», ее дочь, женщина шла с работы домой, когда прогремел взрыв, у нее тяжелая травма головы, осколки попали в мозг. Врачи не дают пока никаких прогнозов относительно ее состояния. По словам дочери, полиция с ней говорила лишь один раз, основное внимание правоохранителей, по ее мнению, уделяют народному депутату Масичуку. Состояние самого Масичука, которое, я напомню, в отличие от других пострадавших, находится в частной клинике Борис. Врачи оценивают как стабильное, ему уже сделали операцию. По словам докторов, у нардепа сильно повреждены конечности, в меньшей степени внутренние органы, часть осколков извлечь еще не успели. В то же время угрозы жизни нет. Впереди у Масичука еще одна операция и как минимум три недели стационарного лечения. И о состоянии третьего пострадавшего политолога Виталия Баллы сведения очень скудные. Ни врачи, ни родственники не дают никаких комментариев. Известно, что он находится в 17-й городской больнице Киева. Туда отправился мой коллега Геннадий Вивденко. Он сейчас с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Что тебе удалось узнать? Расскажи. Расскажи. Друзья хотели его перевезти в частную клинику. Однако медики пока категорически запрещают это делать. Медикам также родственники Баллы запретили комментировать состояние его здоровья. Об этом нам рассказал врач 17-й больницы Киева Дмитрий Мясников. Наталья, это пока все новости. Спасибо, Геннадий Вивденко рассказал нам о состоянии Виталия Баллы, который сейчас находится в 17-й городской больнице столицы. А раскрыть преступление как можно скорее требует Петр Порошенко. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова